в общем я так подумал вот я сейчас постою если ничего не будет значит все таки наверное да я пройду ну там все да заполню вот и попробую тогда потому что видите говорят что средний кузов тоже я у димона смотрел к цели оказывается яндекс маркета средний кузов жирает можно в принципе не брендироваться можно просто отклеить наклейки но я еще раз говорю кто это будет делать это надо фен это надо куда-то теплое помещение и так далее там подобные тоже нереально попробуем короче говоря я единственно не знаю какая там оплата но вот у меня товарищ сказал что вот он там у него друг выполнил заказ ночью даже можно работать полторы тысячи рублей вот не знаю посмотрим ну ночью тоже в принципе можно работать очень это в принципе да как бы сейчас тем более групп новому году должны быть я не знаю что они там возят я даже видел тема такая была я даже видел я говорю груза этот видел патриот у вас патриот у вас патриот он был обклеен грузовичком какие-то маленькие наклеечки не были наклеены и чувак что-то возил я так понимаю что какие-нибудь коробки наверное еще чем не знаю короче посмотрим надо еще будет разбираться этим приложением как чего потому что я говорю что я же в конце концов умерла я даже не буду сегодня они никакого экспресса подключать нахрен надо по 100 рублей катать заказы тоже такое себе попробую короче говоря единство что надо будет самое главное узнать нужно ли мне потом будет возвращать деньги за бренд то есть да то есть получается если допустим не не понравится в грузовичкове да вот как бы или там что-то пойдет не тогда то нужно ли мне будет возвращать эти деньги если они скажут что нужно будет возвращать эти деньги да то тогда я скажу ребята я как бы ну отклеиваться не буду я тогда просто поеду куда-нибудь отклею этот бренд и буду тогда без бренда вот так скажем вот а если они скажут что я ничего не буду за это должен тогда пускай снимают старый клеют новый посмотрим чего другой вопрос где это рим зона находится еще вот тоже такой себе вариант и что возить в общем все мы это узнаем разузнаем то что я говорю ребята тачка стоит заказов нет я трачу просто бензин ну и вы сами понимаете но яндекс короче говоря я так понимаю с такими успехами да как вот он делает отдает все яндекс маркету то я так понимаю что яндекс просто себя угробит и машина просто люди уже начинают разбрендироваться люди просто все уйдут куда-нибудь кто грузовичков кто куда вот если грузовичков будет давать заказы до соответственно и будет себя вести нормально то соответственно тогда вот видите опять на холодная на дрын 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 то есть если короче говоря грузовичков будет нормально себя вести то вот вот это вот кстати вот ларгус вот этот с крышей он постоянно здесь катается муж тоже они яндекс сказать но они ведь и не брендированы короче говоря ладно посмотрим что там будет как будет себя вести грузовичков единственно что там говорят по моему как по услугам грузчика но это на больших машинах что там снимается большой процент поэтому можно грузчика не подключать но здесь видите малый кузов поэтому тут особо тяжелого нами ничего не будет короче ладно посмотрим что это такое с чем это едят у меня единственный вопрос с брендом что делать или тот клеить но в общем если они мне скажут что денег никаких за это потом отдавать не надо то тогда я скажу ребята у киа если скажу что в случае если вы перестаете работать вам нужно будет вернуть эти деньги да то тогда ребята нет а и плюс еще по моему у них такая тема что безнал по моему как-то не выводится вот это все надо будет короче разузнать чё как и там уже мы тогда соответственно посмотрим ну пока вот такой наверно с грузовичковым я сейчас что-то почитал отзывы водителей и как бы там все не радужно и стоит у них рейтинг две звезды люди пишут что у них проблемы с выводом безнала то есть безнал у них никак не выводится и ты безнал отрабатываешь наличкой вот и парень пишет что устроился к ним в контору на своей машине поработал двое суток два двое суток заказы были только за безнал он начал выяснять как вы вывести наличку что-то короче видимо там с ними повздорил и в общем его заблокировали а наличку а деньги так и он и не вывел пишут что все то что обещают по телефону это как бы одно а по факту получается что и логисты как бы хамло и диспетчера и типа если на тебя жалуется клиент допустим да то они не разбираются а дают тебе по шапке о как вот такие вот дела не знаю как бы стоит ли сейчас туда лезть сейчас я тут разбрендируюсь пойду туда там начнется задница мне придется опять отклеиваться опять сюда идти блин ребята я не знаю у меня просто вот я не знаю что делать ребята у меня просто вот трясучка уже начинается как бы еще делать бежать не бежать или здесь остаться и катать экспресс я не знаю ребята что делать вот просто или вообще куда-то идти в другое место но опять же а куда машину девать тогда блин как это знаете меня терзают смутные сомнения куда же пойти а здесь понимаете тоже я сейчас пойду разбрендируюсь пойду в грузовичков мне там не понравится я останусь этими наклейками дурацкими не знаю ребят короче ладно надо подумать я пока в принципе кроме своих имени фамилий ничего не дал поэтому пока можно повременить в общем случае если они мне перезвонят я скажу ребят я пока подожду я лучше проконсультируюсь с водителями вот просто увижу кого-нибудь именно на тарифе каблук подойду и пообщаюсь скажу вообще реально там работать потому что пока я видел только негативные отзывы также я видел мужичка который устроился к ним на работу на ларгус на их ларгус поработал там сутки за 12 часов он заработал 800 рублей чистыми и и и он ушел но там видите никому не ничего не должен просто тачку сдал и все плюс они говорят что иногда тебя могут попросить забрать другую машину а другую машину забираешь так они просто кидают ключ под коврик и машина стоит открыто то есть там вообще гать полный бардак но я и об этом давно слышал вот поэтому я не знаю если смысл вообще менять что-то шило на мыло как говорится но с другой стороны нужны деньги и вот я ребят сижу и не понимаю что делать в общем ладно надо на как говорится на трезвую голову все обдумать посмотреть что как ну видите яша молчит сейчас я конечно попробую подключить но попозже может я не знаю экспресс попробовать что может что-то по экспрессу даст и ну короче ладно я проконсультируюсь с ребятами там по узнаю пауз поспрашиваю потому что тогда будет видно бежать сломя голову тоже знаете на парах вот на этих такое себе так что как-то так вот заказывает эти малолетки баловались так мне никто и не ответил то есть короче правильно говорили что поддержка в конец оборзела и им уже похрену на все вот поэтому у меня дилемма опять же я сейчас вот с другом переписываюсь вариант был бы вариант сдать в аренду я бы сдал бы в аренду вот но если бы нашелся человек которого я очень хорошо знаю до которые я знаю что он будет ездить аккуратно что он будет во время менять масло заправляться хорошим видом топлива да и то есть не угрохать не машину тогда тогда бы да я бы за полторы тысячи в сутки спокойно бы машину сдавал и ну получается 10 дней 15000 значит 20 дней соответственно 30 тысяч и соответственно еще ну короче месяц мне бы . приносила 35000 то есть вполне себе мне бы этого даже бы и хватило в принципе но опять же говорю ребята это все сквозь фиолетовые очки вот такого человека я не найду а извините меня через хавита например предлагать машину в аренду придут какие-нибудь яхши скажет эй братан все будет нормально а в итоге ты получишь ужатанную тачку на хрена но мне надо не хочу вот а знакомых таких которому нужна была бы такая машина их нет и опять же если эту машину сдавать под работу в яндекс смысл какой если в яндексе ничего нет в петрович я даже не пойду это вот что мне предлагали петрович не петрович все это минус минус балка минус подвеска в петрович это просто жопа там так так тебя нагружают там никто не будет даже смотреть что у тебя машина там по земле волохается тебя загрузят вот эти там инструменты эти как низ смеси вот эти строители и визии никто даже и похрену поэтому петрович сразу нет и в общем вот я сижу и просто в раздумьях что делать вот ну в аренду я говорю в аренду если издавать в аренду то только какому-то знакомому человеку а вот так вот даже если кто-то мне напишет на канале что я бы хотел взять вот как у димона я бы хотел у вас взять машину в аренду извините ребята при всем уважении но я не дам потому что я не знаю этого человека он придет не споет дифирамбы а через месяц я увижу что от тачки ничего не осталось оно мне надо нет вот и на продаже тоже с продажи никак не получается никто не берет и дилемма ребята дилем ну ничего ладно как-нибудь выйдем из ситуации что не придумаем по поводу еще грузовичкова с наличкой из безналом это тоже немаловажный вариант потому что я почитал там безнал вывести нельзя хотя я не понимаю что за контора такая которая не дает тебе возможности вывести безнал то есть и безнал отрабатываешь наличкой это такая тема была когда я работал в компании везет то есть если тебе приходит заказ за наличь и запизнал да вот допустим я поехал в аэропорт а у меня заказ был на 1000 рублей ну естественно компания везет взяла свой процент и я чистыми получил там грубо говоря 845 рублей да допустим ну там 800 грубо говоря и все и получается что с баланса эти 800 рублей это вывести не можешь или они у тебя висят на программе и ты с этих денег оплачиваешь непосредственно процент за заказы то есть нам надо было постоянно приезжать в терминал и в терминал класть деньги чтобы процент списывали или если ты хочешь все-таки вывести эти деньги то они могут тебе вывести их только на sim-карту то есть на билайн у меня тогда по-моему билайн был ребята на хрена мне на извините на sim карте билайн 800 рублей и потом сим карты на получается на банковскую карту вывести деньги ты не можешь ну и зачем тогда такое надо и здесь тоже самое но неужели нельзя сделать какую-то программу которая даст тебе возможность вывести вывести безналичный расчет на карту просто мне кажется они специально это делают они не хотят поэтому так и получается и тогда извините а если у меня будут все заказы подряд безналичные и самое интересное что там нельзя поставить галочку что только за на вот здесь например по яндексу можно а при можно там за наличные безналичные там можно галочки ставить а в грузовичков и такого нету то есть если ты получаешь безнал вот допустим пришел тебе заказ да сейчас я закрою окно . холодно то есть допустим а вот тебе пришел заказ да вот кстати вот этот вот это peugeot по моему там женщина ездит это обычная у нее машина повседневная женщина ездит вот это ж надо выдержки какой-то шанс на такой машине ездит но у нее видите она вот как бы ездит нормально не знаем что мне такая попалась вот и представляете если допустим ты работаешь на большой машине да у тебя заказ по безналу на 11000 с этих 11000 высчитает процент я же я высчитает процент грузовичков прочее но чистыми то получишь ну тысяч восемь допустим да и что и 8000 безнала ты не сможешь вывести тебе эти 8000 надо будет отрабатывать наличкой то на кого хрена мне это надо сколько я буду наличкой отработать ну и все поэтому я не вижу смысла ребята не вижу смысла вот были у меня мысли по поводу эвакуатора но эвакуатор сейчас дорого ну купить свой эвакуатор это во первых очень дорого во вторых ну вот кстати я вчера видел прикиньте такая тема в грузовичкове есть тариф и к блин блин извините сейчас эк эвакуаторовичков как-то так называю эвакуаторовичков блин даже это не выговорить он грузовичков говорю вот ездит но это машина рабочие эвакуаторовичков какие там условия я не знаю но сейчас более-менее приличный эвакуатор будет стоить 1800 а то и миллион ну у меня таких денег нет поэтому я опять же смысл купишь будет ли там что не будет не знаю ладно короче будем думать чё как и решать с переулка опять чили его но тут кроме чили его ничего не приходит я не знаю можно его сейчас посмотреть нет нельзя короче какой-то завод бастион я не знаю что у нас такой такой-то завод есть а ехать нас тачек прикиньте нас тачек но это будет косарь косарь 100 минус комиссии вы сами понимаете да и наличка я получу рублей 600 на хрен такой надо я говорю мне сейчас если будет по яше прилетать то будет прилетать какая-нибудь шляпа вот сейчас кстати смотрю амич в питере он сегодня выложил видео катать будет сейчас тариф курьер и экспресс сейчас посмотрю что это такое че там под ним заказ спустя пять минут никто не хочет туда ехать но ребята а давайте сейчас знаете что сделаем я ушел с линии так 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 я чувствую что сейчас меня яша ничего не даст это сто процентов я уже два раза не взял заказ сейчас посмотрим куда едем стачек так стачек проспект стачек ну 47 пускай будет так 47 и значит доставка доставка 1080 рублей это я отсюда посчитал 1080 рублей минус комиссия я получу семьсот тридцать рублей чистыми а чтобы доехать до стачек мне надо еще на бензин истратить рублей о макс вот видите что я рассматривал вот этот мужик на максусе очень давно ездит очень давно прям давным-давно я номер вот этот помню и получается пока я до стачек доеду то там я и страчу на бензин рублей 300 400 у меня поездка выйдет 300 рублей ну тоже такое себе нафиг нафиг не 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 ребята нет видимо никто не берет вот эту шляпу я первый раз такое вижу что мне заказ повторно прилетал не я его брать не буду чё же яндекс маркета не берет эти заказы а в падлу дальняк возить за копейки нам все это приходит я вот и не знаю даже если смысл сейчас мне опять на линию это выходить мне не даст сегодня ничего тогда короче ладно еще посмотрим я уже запотела тут все короче шляпа какая-то ребята шляпа 15 чтобы заново выйти на линию но если мне сейчас опять этот заказ прилетит после третьего заказа можно спокойно идти домой потому что больше яша тебе ничего не даст данные на второй заказ обидеться ничего не даст ну кто-то сейчас скажешь что надо было брать но ребят ну косарь минус комиссия уже говорят себе в убыток то есть чистыми и самое интересное что уже на следующий день доплат никаких не будет потому что за заказ 1200 то есть и заплату не получишь ты ну максимум что ты получишь это 100 рублей минус комиссия ну там писярик тебе дадут грубо говоря и все тоже не вариант понимаете а ехать на другой конец города а со стачек ты домой уже по кнопке домой если поедешь ты ничего не получишь вот она стачек я не знаю я там на как-то раз на стачек стоял часа полтора наверное ничего там не не стрельнул плюс незнакомый район а со стачек ехать обратно это получится даже если я сейчас заправлюсь мальца то на обратно это мне хватит только туда и обратно а потом опять заправляться тоже не вариант я опять же говорю я не понимаю как яша насчитывает я вот здесь по району везу до за 700 рублей допустим до 699 но я получаю там 640 чистыми и мне еще 400 сверху доплачивают грубо говоря там до минус комиссии а тут я еду за косарь и не получаю ничего но если смысл во первых пробег во вторых бензин ну но это человек который вот по этой теме работает кто в этом разбирается у меня поддержит он скажет что ты реально прав так что как-то так он там приехал паренек понес какую-то по а это на запчасти это запчасти чувак понес автомобильный вот сейчас посмотрела меча по курьеру ну курьер короче говоря если катать то курьер надо катать на легковой машине эта машина не подойдет там заказа по 93 рубля плюс надо въезжать в такие дворы где не припарковаться толком бегать по аптекам нет эта машина ребята не подойдет для этого это надо брать тогда опять skoda а сейчас начинается зима на skoda у меня зимние резины нет в общем у меня везде засада поэтому вот так вот попробуем конечно может экспресс подключить но говорят что если лучше катать в паре экспресс и курьер потому что иначе тогда экспресс не будет ничего давать ладно посмотрим короче говоря но невыгодно сейчас я смотрела меча он катал на kia optima и он говорит что нереально это надо брать маленькую машину потому что иногда бывает что ты приезжаешь такие дворы где не встать ничего я на такой бандуре куда или значит идти тогда пешкодралом носить а я тут еще пешкарики подключил пешкарики это вообще шляпа не знаете что придумали они теперь не бабки платят а какие-то алмазы бонусы и оградить его задницу со своими бонусами на хрена это мне надо я чё это самое а проезд я буду оплачивать тоже бонусами короче везде какая-то шляпа к этот самый достовиста у нас здесь не работает по питеру она есть только в москве ну вернее как москве только есть заказа по питеру достовиста вообще не стреляет очень короче все приложу хи которые есть я уже все прошерстил и везде шляпа ничего нет вот как то так ребят у меня скоро крышняк уже от этого всего съедет только я встал на линию мне прилетел заказ на пограничника горькового союзного проспекта а союзный проспект 4 это какой-то склад что там там тоже типа завода могут загрузить какую-нибудь тяжелую хрень и ты это потащишь а пограничника горькового это еще дальше чем стачек там будет 1300 минус комиссия 900 ты получишь тоже невыгодно не ну ребята я понимаю что меня не до живу но в такую даль ехать ну все ребята третий заказ я отменил я думаю я щас конечно попробую еще раз стать на линию но я боюсь что я же все меня сегодня я же точно отправить на хрен но видите все не стреляет все не стреляет но какой-то фигней ну за такие деньги ехать не но это нереально косарь минус комиссии это ни о чем ладно посмотрим я вам рассказывал что когда я был в гараже забирал руль ну что мне его хотели купить и вчера мне пишет продавец на хавита что а вы руль забрали я груда забрал слушайте а если сегодня вечером подъедет мой сын типа я не успеваю возможно это возможно и значит пишет типа оставьте свои координаты я ему пишу адрес все и говорю что я с этого времени буду дома никуда не уйду поэтому пускай приезжает любое время ну там до прилично до 11 грубо говоря а ну и короче говоря ему ответил и благополучно хавита закрыл а он видимо мне еще писал и попросил мне номер телефона а я этого не заметил и где-то уже через два часа после того как он мне написал я ему ответил что я же написал что я буду дома целый день а он пишет вы знаете мы живем от вас таки не близко и я решил лишний раз сына не отправлять потому что вдруг он приедет а вас дома нет а я же написал что я буду дома а вдруг у вас не работает домофон не не работает это у меня домофон работал вдруг я что значит вдруг игра потом что у него интернета отключили можно же на хавита было мне написать или через хавита позвонить а вдруг там номера подменные не сработает думаю господи какие же люди это вот из всего сделают проблему из всего это просто я же ему я же вам а сегодня вечером можно я говорю вы так и будете меня завтраками кормить ну в общем я ему скинул номер телефона он вчера мне так и не ответил поэтому посмотрим приедет сегодня сын забирать не приедет не знаю получится что я притаранил его а толку от него никакого но если не заберу значит уберу на балкон пусть лежит проще будет потому что потом если кто-то захочет купить зимой а мне гараж будет не открыть и вот заберу если снега будет ну я этот руль кстати помню пробовал ставить на запорожец он пошлицам практически подошел но не до конца и поэтому его уводила очень сильно в сторону запорожец и а вообще если честно ребята я с отраганием думаю если опять будет такой снегопад как в прошлом году и будет гараж не открыть это будет конечно жесть и шкоду не выгонишь и ничего не достанешь но у меня шкода зимой будет конечно же не нужна этим и на ней не езжу вот так как у меня резины нет зимней да и вообще не езжу ну ничего страшного она пускай здесь лежит если что проще будет потом отдать a few moments later следующий вчера ничего не вышло кидала мне какую-то шляпу я пошел домой потому что я очень сильно замерз ноги замерзли я решил дома посидеть и там подождать прилетал мне заказ в деревню карабсельки в принципе да я пробил через клиентское приложение по деньгам это 1200 но это через клиентское предложение какая сумма реально придет водителю неизвестно вот но суть в том что туда ехать 33 километра 33 обратно и того 66 получается километров вот оттуда ты поедешь пустой ты выйдешь сразу на кольцевую то есть нет смысла 1000 даже если 1200 минус комиссия получится там девятьсот сорок восемь рублей а из них уйдет где-то рублей 500 на бензин да ну чуть меньше там 375 получается да мне друг вчера посчитал точно но не выгодно то есть получается ты едешь грубо говоря за пятихатку но такое себе вот я решил что мы его нахрен потому что реально 4 заказа давала все куда-то не в ту степь вот я решил короче что мы его нафиг сегодня у нас уже наступил первое число вот и у меня снова уровень бронза ну и хрен бы ты с ним вот бронза так бронза мне что бронза что серебро одна война значит по поводу грузовичков я вчера поинтересовался у людей поскидывал группы сообщения меня кстати вчера добавили в группу будни таксиста есть такой канал там они все это обсуждать но толком так никто ничего не сказал единственное все как один говорят что там типа шляпа и если попробовать то это чисто только как подработка вот но опять же я говорю у меня вся проблема заключается в том что у меня бренд и если я разбрендируюсь то тогда соответственно и здесь уже у меня упадет сразу приоритет он будет 3 я вообще ничего не получу это раз а во вторых соответственно тогда мне придется снять галочку о том что у меня бренд и получится если там ничего не выгорит то здесь получится я опять то есть во всем виноват бренд если бы не было бренда было вопросов нет я просто бы зарегистрировался по этому грузовичков да и как бы ну попробовал да да нет нет а поскольку вот все упирается в этот бренд если бы в я шип от бренда ничего не зависело так получается у меня еще есть доплату если допустим заказ меньше так но той суммы которая положена то мне доплачу а если мне не будет бренда соответственно на то мне уже никто соответственно ничего не заплатит вот поэтому смысла нет никакого поэтому не знаю даже что посмотрим чего как но что-то грузовичков не знаю люди пишут что а и у них еще самая большая проблема это безнал то есть безнал выводить нельзя даже вот такое же приложение как в яндексе да то есть ты работаешь по нему но безнал вывести нельзя это уже настораживает но неужели такая солидная контора да не может сделать так чтобы можно было выводить безнал нет они говорят что безнал ты выводишь наличкой то есть вот то что ты по наличке получаешь из безнала платишь как бы получается комиссию и тем самым ты отбиваешь полностью деньги это неправильно я считаю что это неправильно это вот я говорю везете так было там либо ты отбиваешь просто этой суммой наличку либо да тебе кидают это ты можешь это вывести на мобильный телефон но я говорю мне такие суммы на мобильный телефон нафиг не нужны поэтому не знаю пока если катать грузовичков то но я вчера посмотрел парня он работал в грузовичкове на их машине и в общем короче говоря за 12 часов он чисто ганом зарабатывал где грубо говоря где-то 2000 но это нереально 12 часов на чужой машине там бензин все дела а вот посмотреть видосы тех кто на своей машине катает грузовичков и именно каблук таких даже нет вот так же я вчера зашел на канал рома грузовик он сейчас по-другому называется он давно уже не выкладывает видео на старом видео в комментариях он кому-то там ответил что но он купил же себе citroen новый автобус но не новый такой бушный и сказал что там тоже что-то заказами беда и вот короче говоря я даже теперь не знаю а если вообще смысл в покупке грузового автомобиля вот но если уж и покупать то тогда уже не брендировать не там не там а попробовать на двух приложениях но опять же купишь опять ничего не будет не знаю короче ребята надо думать и в том числе вы понимаете да что мне на следующий год сдачи надо вывести весь металл и тут и там как бы если я это все продам да то на чем не вывозить металл не вывозить будет попросту не на чем ну на корняка конечно могу своего друга попросить но у него узкая машина туда и все не влезет в общем пока ребят я не знаю вон этот яндекс маркет катается вот они все изжирают хотя я вчера посмотрел витоза один день вот с чуваком он катался по яндекс маркету тот ни слова не сказал что он катает еще и поэтому вот там заказу дохрена как они еще умудряются наши заказы брать я не знаю короче говоря вот такая вот байда и пес его знает что делать вот все упирается в то что машина если бы машина просто продалась то я бы тогда пока бы не заморачивался там до тепла пошел бы куда-нибудь другое место работы и потом бы уже а еще посмотрел значит вакансию на каршеринг перегон каршеринга ночью то есть нужно там скачиваешь приложение берешь короче машину везешь ее заправляешь моешь и оставляешь и короче говоря вот сколько ты за ночь этих машин сделаешь только ты получи на кать сумму почитал отзывы пишут что начальник всех обманывает зарплату задерживать людям ничего не платит в общем везде какая-то шляпа заходишь на хавита в поисках работы а там кроме яндекс такси грузовичкова и сбермаркет и ничего не вылезает вот поэтому если кто-то думает что сейчас очень просто так вот взять пойти и куда-то устроиться там на хорошую работу с хорошей зарплаты но очень редко это только если какие-нибудь там профессионалы менеджеры и прочим так что тут мне опять пришло а самая длинная распродажа началась надо мне посмотреть на этом самом как он называется того спина алиэкспресс мне там кое-что надо мне надо ключ купить для skoda баллон надо посмотреть может это дешевле будет вот так что как то так поэтому пес его знает что делать вот или значит просто-напросто продать все и купить легковушку и работать на ней просто в такси но тоже такое себе знаете убить эту тачку потом ее ни за что не продать а если ее покупать значит надо лицензию на такси делать а иначе там эти проверки с тебя гаишники остановят машину на штрафстоянку тоже нафиг эти заморочки поэтому вот короче все упирается в раздумьях но пока ладно я говорю пока машина это не продастся никаких даже не может быть разговоров вещей вот единственное что если может быть куда-то на подработку на этой машине но опять же я говорю я не уверен в ней вот вот как-то так я говорю товарищ мне предложил к другу к своему идти но у них там никто не нужен и как бы подсиживать его я тоже не хочу поэтому ладно будем смотреть будем как говорится посмотреть сегодня я решил выйти пораньше ну как пораньше относительно пораньше сейчас времени у нас но я вышел в полодиннадцатого но что-то как бы пока всем все помалкивает говорят по яше что самый самый тухлый день это вторник для меня это каждый день тухлый потому что ну-ка а вон доставка катается я его каждый день вижу ну уж не просто так люди катаются значит наверняка на а может они что-то просто катают а это у них как я не знаю короче надо поинтересоваться опять на и просто увидеть каблучок вот брендированный яндекс и просто подойти и спросить вообще как бы есть счета но я думаю что это ни у кого нету и тут уже без разницы единственное что сказали если ты будешь катать например курьера экспресс то тебе нужно для этого подключать парк логистический хотя я не понимаю в чем смысл мне кто-то писал по моим комментариях что катает экспресс по самозанятым и никакого логистического парка нет и ему стреляет ну люди которые самозанят они же не подключены никому да они просто как бы работают сами на себя получается и получается что им стреляет да и по логике получается что от парка ничего не зависит то что он самозанятый ему стреляет поэтому я честно говорю не знаю как этот алгоритм работает что там вообще и как вот но мало того что погода хреновая эти дожди слякоть скоро начнется снег я вот с драганием когда вот эти вот опять куча снега гараж не открыть ничего не открыть в общем я не люблю эту всю эту погоду плюс это настроение дурацкое такое переживаешь я теперь еще больше смотрю вот эти вот новости переживаю за брата конечно же и в общем все как-то не радужно даже вот по идее скоро новый год да а я как-то его не ощущаю даже мне как-то вообще не не дает это вот машина которая вам показывала аргус брендирую но сейчас мимо меня проехал я пробил через клиентское приложение а у я увижу на карте он катается круги наматывает а заказов нет достовисту и как вы думаете что вы думаете заказы то там есть но сейчас ребят покажу это жесть так включаем достовисту вот видите заказы есть смотрите значит ну вот первый самый заказ проспект елизарова сиреневый бульвар для тех кто не понимает елизарова это практически мой район только через берег а сиреневый бульвар это другой конец города четыреста двадцать девять рублей я так понимаю что еще достовисты берет какую-то комиссию я уж не помню далее восемьсот восемьдесят пять рублей это самый жирный заказ но наклейки какие то значит смотрите первая точка это улица второй луч он пишет что от меня это три с половиной километра ничего подобного это на тот берег надо переезжать далее все это мы везем на полевую сабировскую и от полевой сабировской 16 километров да мы еще 16 километров едем на верхний переулок и того получается 16 16 это получается 32 и еще здесь мне ехать километров 10 наверно очень где-то 45 километров восемьсот восемьдесят пять рублей из этого еще достовисты снимет комиссию но ребят ну как своем уме далее 440 рублей якорная улица на это вот туда вперед недалеко набережная адмиралтейского канала далее 391 рубль лиговский проспект суворовский проспект улица савушкина то есть из центра ехать савушкина за 390 рублей далее среднерогацкая черниговская 347 рублей малый проспект васильевского острова и ванеева это сюда вот к нам 334 рубля 440 рублей кораблестроителей пулковское шоссе охренеть васьки в пулково 440 рублей вы чё ребят приколисты что и значит дальше еще улица ильюшина карпинского 330 и ломоносовский район новогорелого народного ополчения 364 рубля ну вот это нормальный заказ вот этот последний если человек где-то едет мимо да то он снова горела может забрать и там буквально вот это нормальная цена а все остальное это шляпа замените фото паспорта да идите вы нахрен я не собираюсь у вас тут ничего брать потому что там но это жесть ребята по 300 рублей катать достовисто копеечная а пешкарики работают за алмазы какие-то дурдог какой-то ребят чего вообще так что такая вот достовисто у нас питере не знаю как москве но москве там больше заказов но что-то у нас я смотрю суммы за доставку на автомобиле как сумму москве за доставку пешком бардак я не знаю как назвать вот у нас вот это вот то место где еще стою здесь в пятницу в пятницу до с 9 до 6 стоять нельзя для того чтобы убирали ну дорогу убирают в любой день кроме пятницы вот тут что сейчас стоит здесь листья убирает а в пятницу это нельзя сделать когда тут все машинами сейчас забито пришли бы в пятницу спокойно бы все убрали никого нет чисто свободно убирая не хочу и там тоже среду никто не убирает убирает во вторник четверг там но только не в среду и чего тогда придумали эти знаки мне непонятно все у нас ребята делается в стране через одно место о еще один видите грузовик не проехать ему теперь о биг-биг правильно сваливай отсюда не хрен тут стоять сейчас начнет на него орать прикиньте о и куда 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 сейчас он врежется в него ё-моё вот что творят вот дуралеи ну честное слово ребят ну в пятницу уже специально придумали знаки чтобы убираться убирают во все дни кроме пятницы на как помните жириновский это россия на этот мужик сейчас с этим рулем у меня задолбал он мне вчера целый позвонил мне сейчас а номер похож на рекламный вот ну и короче говоря я типа не отвечаю то что рекламные номера они высвечиваются а это к сон был сейчас другого позвонил и он мне значит тут же пишет ой все я не могу до вас дозвониться я хотел отправить к вам сына но сына к вам отправить мне не получается потому что вы не берете трубку поэтому попробую последний вариант авито доставка и тут же знать что мне звонить с другого номера уже с нормального я ему чего о наконец-то я до вас дозвонился радостный такой а пожилой мужик но суть то знаете прикол в чем знаете как он общается уж меня извините мне я вчера я пытался вам для позвонить дорогой чтобы я пытался и короче сказке UCLA я говорю он я хочу числа сына отправивная а можно отправить для сына ли я игру я не так и за счет 42!!! отправляем ли все такого то короче сейчас отправить сына для сын при зараза какая заразная тема вот он сейчас короче отправить сына сын приедет за этим рулем я не знаю зачем ему этот руль нужен но мне нужно от него избавиться поэтому я сейчас от него избавлюсь на хрен и все чтоб его тут даже не было пишет не я пришел сейчас домой у меня мама дома оказывается нету хорошо что я пришел домой почему мне пишет что сын выехал будет у вас примерно в два часа до сейчас пол второго вот а суть в чем он говорит а он у вас не крашеный или это белый пластике обращу взяли что он белый а грунт серым оттенком это считайте больше серый цвет а ну и вот и славненькая откуда я знаю крашеный он или не крашеный да вроде нет я просто не понимаю во первых для чего ему и я не знаю откуда этот руль поэтому мне как бы по барабану я вот его отдаю и все а там уже сам пускай разберут куда зачем для чего я не знаю крашеный он не крашеный вроде нет а вроде ну просто грязный такой откуда он с какого-то грузовика папа говорил ну пес его знает него тоже нафиг не нужен у меня такой же мужчина тоже по имени владимир пытался из москвы его купить вынес мне весь мозг просто весь мозг кто-то кто-то ся кто не так то через перекосяк я говорю закажите авито доставка нет мне нужен ваш номер телефона я бы зачем вам мой номер телефона кое-что уточнить я говорю а написать не судьба ну я вот хочу заказать авито доставка я гордых закажите но мне надо вам позвонить я говорю зачем я не люблю разговаривать с людьми по телефону вот он руль как есть я про него ничего не знаю откуда он я не знаю вид есть и спереди и сзади все что тебе еще от меня надо короче мне мозг выносил 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 так ничего не взял вот и вот сейчас вот нашелся мужчина который я не знаю зачем ему это надо я сейчас просто положу в пакет и отдам нафиг пускай забирает чтобы мне не болталась надо постепенно от всего в гараже избавляться чтобы потом можно было все распихать куда куда надо то вещей много одевать это некуда куда мне такой руль да никуда он не день не знаю да я даже не знаю чего ну вроде как от грузовика от какого-то а может ну не знаю я посмотрел он продает какие-то всякие радио тех какие-то радио эти детали какие-то какие-то с завода штуки в общем там какие-то нити как они для пил там что-то для обрезных машинок в общем на заводе на каком-то видим чем-то торгует я не знаю короче для чего ему это мне самое главное отдать а там хрен с ним так что сейчас пакет сложу придет заберет молодого человека пришел парень такой школьник видимо папа его отправил ему вообще по барабану что там за руль что там вообще что я ему пакет положил он деньги отдал забрал и все то есть и мне гора с плечи надо я говорю потихоньку избавляться от ненужного хлама в гараже потому что я говорю не дай бог что потом куда все это девать выбрасывать я с содроганием вообще представляю не дай бог поэтому если что-то будет сейчас мы сейчас вроде как под притихло все это но все равно и я так подумал что как бы сложно это не было но гараж надо оформлять собственность потому что не дай бог что потом набегаешься позвонил мне сейчас опять грузовичков и говорит вы продолжили регистрироваться в нашем приложении вот это меня уже смущает понимаете что они за каждого водителя вот так вот борются это говорит о том что них реально нехватка водителей поэтому там не все так радужно поэтому пока по временем с грузовичком